Шейкер, если он будет саппортом, то это вообще смерть. Да, им нельзя будет с линией уходить. Бурда съест аппарат. Если не саппорт, то Шейкер можно на его сложный сильно попустить, чтобы он ничего не имел. Ну да, они вынуждают ставить Шейкера на сложный, а Шейкер это герой на сложный, из которого можно что-то придумать так, чтобы Шейкер ничего не мог за первые 20 минут, он Бринка не поимеет. Типа того. Да, он вообще очень слабый герой на сложной линии. И сейчас у тебя должна быть какая-то очень хорошая задумка, чтобы он нормально был реализован. Какой-то мидер и роумер еще один, чтобы Шейкер мог приходить, давать фиссуры и хоть как-то начаться. Как раз пик бруды, сейчас все обломал это. Да, им тяжело сейчас будет. Потому что нельзя будет от бруды уходить, там Токерри будет съедать сразу моментально. И все герои должны стоять на своих линиях, никакого роуминга, а вот команда Ньюби вообще не будет. Лорд Брат Руман действительно очень сильный герой. Против таких Шейкера Оперейшн ты не будешь делать. Шейкером ты, скорее всего, не успеешь даже застанить. Ну, с фиссурой еще возможна, вторым с полом никак. Рейшн вообще от него страдает постоянно. То есть он делает спейс, бруда себя чувствует в шоколаде. По пику все очень хорошо. Ну да, надо смотреть, насколько гибкие Ньюби. То есть смогут ли они придумать, может, какой-то кэри, который... Но не Эмбер Спирит, так сказать, все будут брать. Им нужен какой-то кэри, который мог бы стоять с брудой, или не в соло. То есть это герой из разряда... Легион, Командер, Некрофос... Не, Хау не играет на такие герои. Но Хау не играет на такие герои. Ну, вот Эмбер Спирит это такой, более-менее не китайский герой. Эмбер, да, вот Эмбер, плюс-минус, ходит для этого. Ну, он не особо. Какой себе. Что-то будет уходить вот из этой серии, Лана, Эмбер Спирит. Ну, скорее всего. Я бы им... Ну, да. Ну, это потому что просто... Вот были бы на пике Ньюби, например, ОГ, это сейчас был бы Некрофос, я уверен. На третий пик. Я тоже подумал, ну что-то я, потому что китайцы так не умеют. От бруды очень страдают. Ну, соло на соло, да, но с небольшим... А там же теперь на первом новеле Дес Пульс 25 урона. Ну, с небольшим... У-ра. А на втором, при пушков маленьких убивает. Стрим? Ну, здорово. Не, ну, серьезно, с ним с некоторой помощью более-менее сейчас стоит, действительно, потому что подняли Дес Пульс и он уже со второго левела... Купил себе два колечка на армор. Лучше третий левел и стоишь. Я видел просто пару раз это противостояние. Не один на один, а когда какой-то герой там что-то отвел, подвел, погонял, помешал, и Некрофос уже норм. Очень даже ничего. Ну, да, возможно, но все равно... То есть брудение вообще ничего не мешает на этой линии. Она все стоит и стоит. Ну, если она хорошо контролирует пауками, то Даст не очень много, а вот как раз ему мешает. Приходит любой герой вместе с брудой убивает этого. Это бесспорно. Сереге спокойно можно брать какой-то герой типа Квапы, а потом уже укреплять свою... Да Дазла можно вот прямо сейчас забрать? Да нет, да Дазла можно вот прямо сейчас забрать. Зачем Дазл забрать? Кинув Пейн здесь смотрит топовым вообще героем. Квапа, а потом уже укреплять свою... Смотри, нет ни одного практически стана нормального, что прям застанет бить... Ну, не считая... Эйрад Чайнов. Эйрад Чайнов, ну... Ой, вот такой... Ну, а вот Скайверсмэдж это... Это Иллидану, да? Слушай, верно, нет. Иллидану Дазла сейчас. Я, кстати, не фанат Скайверсмэджа. Я понимаю, что да, он там дает сайленс по Эмберу, типа того, но... Не решили убить все линии изначально. Просто Скайверсмэдж шейкер в принципе не пустит никуда, и шейкер как будет ходить, будет первым левелом ходить в мидер и стараться давать фишуру. Ну да, ну да, там слабанили Сайленсера, который мог выгонять этого шейкера, а теперь к Скаймага. И сейчас какого-то килюхи героя спокойно сфармящего, который очень быстро нафармит все, и Сереге эти квапы, да, почему нет, они его... Есть, кстати, пятый, наверное, пик. Вот, в четвертый пик не сберут квапа, они, наверное, забанят его, скорее всего. Кстати, интересная стата заключается в том, что 9 игр Бруда против Опарейшн было в 6.85 и 6 выиграл Опарейшн. Эта стата хоть как-то связана, вот, между этими героями? Конечно. Это просто рандом. Тоже на просто рандом. Ну, они никак не сопоставляются вообще. Ну, ясно. Может быть, он убивал пауков, фиддси. Да. Ну, с ультов, наверное, зажигал. Сужал миром. Бам! Сужал миром, да? Ну, как? По-другому. По-другому никак. Интересно, почему Virtus.pro не стали мидера брать вот на тот же третий пик? Прячут Queen of Pain, ну а что прятать ее? И так понятно, что она тут лучше всего смотрится. Сейчас китайцы возьмут и заберут. Ну, типа, да. И пик исполнен не могут. Собственно, ну, может быть, Virtus.pro и на этот расчет тоже делают. И хотят против Китайцев, если возьмут китайцы взять что-то. Есть идея какая-то. Может быть, темпларка. Или еще что-то. Не, ну, видите, пик у них довольно нестандартный. То есть из топ-героев только Baratrum. Ну, да. Да, ну, это ситуативный такой. Поэтому, значит, наверное, они что-то знают. Ну, очевидно. Они не показывают своих рук вор. Ну, Квапа в этой игре просто халява. Квапа действительно крутая. Она и... Арчит БКБ очень быстро собираешь и просто ходишь в карте и убиваешь любого персонажа. Ну, да. Учитывая, что у тебя есть Spirit Breaker, который будет нон-стоп. Тебе помогает в миде, там, прибегать, мешать и так далее. Тут, Джак, как будто бы Квапа очень хорошо. Ну, вот, видишь, как решили Ньюби играть, они отталкиваются. Они ставят Шейкеры все-таки на суппорта, чтобы эту борду замучить и делать максимальные стаки для, там, Эмбер Спирита, для того же Бэтрайдера или Лису. Есть еще подозрение, что они могут какими-то даблами сыграть непонятными. Типа из Азеда Бэтрайдер на легкой с кем-то и сложный. Кто-то. Шейкер – это самый помощник на дабле. Я пора заметить на дабле. Кстати, они точно сейчас возьмут Квапу, если они что-то там придумают, если они что-то знают, и Квапа убьет эту Эмбер Спирита в салат просто. Я вообще-то, говоря, Квапа и... ну, да. Да. Не хотели они показывать ее раньше, но вроде как и так читалось. Это был Тейлер Бизайнс был, если ты кого-то забираешь, ему сопорта, бы взять того же для Бэтрайдера какой-то. Они будут Квапу сразу забрать для Бруда. Что он решит смотреть лишнюю карту? Мне кажется, что Бруда смутила и убила, поэтому пошли Бэтрайдер и Квапа. Да, ну, она просто поломала сразу. Эмбер с Трейдером вообще топ-топы, тот же Бруду не сильный, но на Эмберу здесь будет вообще тяжело по игре. Если он переживет эту стадию, когда у него будет какая-то манта, там, бф, то все будет более-менее. А если нет, то они будет быстренько, когда закончат. Ну, можно еще какого-то Илюхи, не знаю, Сларка, может, взять. Он в бане. А, они мне прочитали твою идею. Вообще-то, она смотрелась более-менее. Ну, у Илюхи, наверное, что-то более неактивная. Кстати, не удивлюсь, у меня есть Санин, сэр. Не, в бане. Санса тоже в бане, перед Сларком. Все, понял. Тогда может быть какая-то Венгар. И Венгар-панегар. Да, может быть, Слардар. И Слардар. Вот какой-нибудь Думф. Ааа. Что-то, наверное, действительно, они не видят, как полно с практически всех его героев забанили. Это они грамотно подошли, но я думаю, Илюха может и еще сыграть на каком-то, но ему бы что-то сими-кэривое взять, такое более-менее активное. Или перестраховаться как раз в лейт. Одно из двух. Может быть, но... Там же одна пропа, а потом не справится. Ой-ой-ой-ой. Семь без спиритом. Ой-ой-ой-ой. Вы пирог? А, слушай, они еще могут, да, играть из-за бетрайдера соло против Бруды и патитреплой. Я положу, да. Слайпером и шейпером Бруды съедают. Ну, по идее. А в салат просто съедают с бетрайдера. А вдруг нет? Нет, да, точно. Ну, должно съедать. У нее все нормально. Нет, там на самом деле такое. Нет, но бетрайдер может стоять, это точно, но, конечно, Бруда там разворачивается неплохо. Как бы фидить бетрайдера пауками это достаточно тяжело, это должно зависнуть вообще, чтобы они там гореть начали. Он может, я знаю, как эти ребята играют, все бетрайдеры. Он просто по кд фаерплая приходит, уста ков, улетит на крипов, ну, а дальше ты уже сам разбирайся. Хочешь фидить паучками, хочешь жди и так далее. Стандартный гик геррокопта, в принципе, тот же есть. А, ну так. Вроде как неплохой будет. Неприятно тут. Его никак не засейвишь, ничего не сделаешь. Бетрайдер прыгнет и счастливо. А для любого героя бетрайдер прыгнет, ты счастлива. Да, в этой ситуации тяжело будет. Геррокоптер самый оптимальный. Кусик, да, кстати, тоже. Кусик? По жесткому минус армора Куатор нет. Ну, это еще просто Иллидан на нем поигрывал. Нет, здесь Кусик, слушай, напротив аппарата, вайпер, эмбер, спирит, все какое-то не то. Против аппарата Кусик вообще никогда не хочется играть. Ну да, да, да. А тут еще плюс этот вайпер, неприятный тоже достаточно все-таки герой. Куча физы. И эмбер, если там отъестся, Кусик будет просто умирать на расстоянии. Милишному герою очень трудно сейчас играть, как раз против этого вайпера. Разор, вот, все, да. Каждый раз мы пытаемся втюхать этого Разора, они не ведутся пока. Нет, Разор, он в него кидается, как раз то же самое вайпер страйк и... И герой убегает просто от... Либо любого героя ловят лассо, либо вайпер страйк. Свои теперь брать. Нет, присоски, бесполезно становится. О, идеальный герой, боже мой. Слушай, он неплох, а он еще может в аганимку спасать людей из лассо? Вообще-то да. На полном серьезе. Серьезно, это вообще ембать. Медаль к ним? Ты ни разу не рофл. Да-да, аганим на бивере сила. Начинается вторая карта матча Virtus. Против Ньюби, мы дадим слово нашим комментаторам и будем следить и болеть за наших ребят. Спасибо, Иван. Возвращаемся к матчу в ОП. Ну и как мы видим, действительно, они очень интересные стратегии. Первая, если выглядело относительно дефолтно. По отношению к мете, то во второй игре Skyros Mage, Вивер, которых было не видно довольно-таки давно, но заходят они под этот пик довольно-таки сурово. И Ньюби, ну посмотрим, Ньюби совсем другую стратегию исправит относительно первой игры. Сейчас у них будет делаться ставка на Аймер Пирит и скорее на то, чтобы пережить вообще изначальный лайнинг. Потому что стоять против Skyros Mage, против Рудмазер, весьма непростая задача. Да, также хочется забавить, то, что после первой игры Ньюби заявила лап, и вместо того, чтобы стараться как-то задавить противника, может быть, пораньше закончить игру, они взяли себе ладгейм, причем довольно-таки дикий. То есть Вайпер, Эмбер Спирит, довольно-таки латовый спорт Шейкер, след за этим Батрайдер на хорде, который в ЛТ не прощает, и таким образом собираются просто ухои далеко-далеко на ту стадию игры, в которой они очень хорошо играют. Ну и пройдемся к героям. Хау играет на Эмбер Спирите, Батрайдер в исполнении Ксяуту Лея, Му на Вайпере, Чизбак на Ancient Operation и Банан на Шейкере. И команда Верт Спро, FNG на Суппорт Спиритбрейкере, Велидан, Кейр, Вивер, Гот Кену Фейн, Фобос на Бруде и Лил на Skyros Mage. Действительно, немножко необычно то, что оба Азма с Верт Спроем имеют и Ферст Пик, и сторону. Ну вот так вот комфортнее Ньюби было выбрать в первой игре, и во второй игре опять они забрали Радиант, выбор был уже ОВП на этот час. Сейчас первое, что могут делать Вертуса, это карать наглых Ньюби за то, что те шеи взять двух миличников на Изи Лайн. Мы наблюдаем за тем, что есть Мир Спирит, Шейкер, и существа довольно-таки уязвимые. Приходит Харлайн со своим Бариком, у которого на одного уровня рабочее, чем у того же Мир Спирита и Шейкера. Ну и след за этим два довольно-таки суровых ранжа. Это Вивер и Skyros Mage. Ньюби будет стоять на этой линии очень тяжко. Мы видим, что Карл Равка пошла, Фангей ее ждет, даже без варда начает Банану пинать, будет тяжело Банан отсюда убежать. Классную фиссуру дал, Чизбак зачем-то разворачивается, но как же ему везло, что здесь есть вот такие вот елочки, и тем не менее, Феррт Блаф забирает Абашин, потягивается сюда Эмбер Спирит, ставится фиссура, очень удачная фиссура для Банана, забирают также Банану, просто отрезал он своего собственного Эмбер Спирита. С другой стороны, тяжело сказать, что Эмбер Спирит бы мог здесь, чем вообще помочь, Флэймгард с арбой на первом левле, Силинг Чейнс тоже работает довольно-таки плохо. Ну да, и даже если ты пробежишь, может быть, сделаешь хоть какой-то килл, то ты очень много потеряешь на линии. Мы видим, что пока Эмбер Спирит первого уровня бегал куда-то, Вивер получил уже третий. Ну и теперь удачи на Ньюби, с той-тайной линией, с двумя личниками против такого агрессивного лайнапа. Интересная статистика. Спирит бы, Скайрос Мэйдж, очень суровые суппорты. Да, и пока огромные проблемы испытывают в Ньюби. Верхняя линия стоит более-менее нормально, но Квапа уже начинает напрягать Вайпера. На миде у нас Брудмазер расправляется с Бэтрайдером, и тяжеловато стоять здесь. Тулею на нижней линии вдвоем. Гоняют трех героев, нападение на Хао, Хао погивает. Иллидан, нету Шикучи. Тяжелая ситуация. Запирают крипы, 5 секунд нужно еще жить, используют фласку, фласку сбивают, и Иллидан также погибает. Немножко далеко ворвался. Но тем не менее, с Брудмазер на миде Брудмазер погибает от Бэтрайдера, и вот это уже очень нехорошо. Причем погибает соло от него. Еще остается Скайна, за которым бежит Хао, Лил старается уйти, у него это получается. И что мы видим? Снизу, казалось бы, довольно-таки большое преимущество. Взяли БВП, вторая минута было полторы тысячи голды, но это, потому что почти ничего не осталось. И не убегачают. Сюда персов. На два-три уже счет, ситуация выравнилась. То есть не совсем понятно, почему они решили сбавить обороты. То есть могли спокойно продолжать просто ходить и убивать людей, которые были абсолютно без влог, но вместо этого мы видим то, что Эмберек теперь хорошо качается, Шеггер там бегает по полусу и может там делать саки или искать того же SkyRasmatch. И Бтрайдер уехал. Очередная фиссура. Лилу закрыли, Бтрайдер с ДТ, гонится за Лилом до конца. Подходит сюда так же банана и не может пройти лил, да, вот буквально пикселей не хватает. Тристака. Тристака, еще одна тычка, нужно умирать от крипов. Лэйс в свою очередь показывает стики на Паум с ДВ и забирает его. Подфиживает Virtus.pro. Та самая пруда от ВП на интернешнл нельзя было говорить, потому что это была закрытая информация и не хотелось его как-то палить по поводу того, что у Virtus.pro был свой тренер, который персонально обучал Фобуса игре на Бруде, но как мы видим, после интернешнл он занялся обучением МАДа и Его-Триумфально выступили на SL1. Ну, посмотрим, что касается в Солумид Бруде, насколько здесь Фобус хорош. 18 на 10 крипталка знатный, но у Батайдра также новых крипов, плюс у Батайдра 2 драга. И в целом его нетворс он не уступает. Да, преодолел ту самую слабость в начале игры, когда Бруда может очень хорошо тебя мянуть паучками и после этого харассить. Но сейчас мы видим, что все меняется. Берет для себя транквил тапки и в любом мире сможет захилиться. Firefly уже третье уровня, поэтому ты просто влетаешь и ждешь всех пауков. Ну и теперь Virtus.pro в принципе на миде стоит спокойно. в Солумид Бракер выходе на Ксяу Тулей, здесь же Год, кидает ротик, есть Блинк, есть Скрим, Ксяу Тулей погибает. А Год касается. В целом дороговатый фраг получился. То есть, да, не забрали Батайдра, у которого нет ТП, ему придется бежать пешком. Но с другой стороны, Вайпер у нас, как мы видим, по-прежнему стоит на фрифарме и Эмбер Спирит также снизу закачается и в целом пока игра идет очень ровно. Не самая сильная пара саппортов Шейкера по рейшнам в начале, но с левелом набирают они нападение. На кого здесь правда нападение, не совсем понятно, потому что проседает Железан за счет двойной пычки, делает фраг, успевает уйти в инвиз, остается Скайрос Мейдж, который расстреливает Банану. На Банане висит много пауков, он пытается уйти в лес, но пауки его подсвечивают. Забыл Банану, такое ощущение, что про это замечательный спелл, и Скайрос Мейдж вызывает еще один фраг. Как же хорошо сработал сфор Вивера. Не дает тебе никуда спрятаться, снижает армор, и Скайрос Мейдж, что Маршал с руки невероятно много. 900 урона нанес в драке. Да, еще такое прикрепление получилось, что аппарат не завязал ни колд фит, не повесил на себя, на свою команду баф, он просто кинул Банку, которая была не так полезная. Ну и за счет этого они в общем-то 2 на 3 их спокойно замотали. Вот то, о чем я говорил, то есть вы стоите на нижней линии, вы, наверное, не деминируете. То есть не нужно никуда бегать, нужно продолжать, закреплять свои преимущества, пока у вас есть время. Мы видим то, что вертописпо это очень хорошо получается. Тут еще вот интересную статистику нам показали, как Винувпейн и Скай, то есть возможно... Так, не знаю, сейчас снизу Хауау. Папас в позиции, ловит Саленс, ловит голубя, даже керен сфарм. Он спокойно ушел. И выход на Атлай. Очень везет у Лэя, прямо в решающий момент плацает Винсиа хосту. Может еще на развороте попробовать забрать брат Рома, но нет, решил оступить. Ты хотел про какую-то статистику? Да, то, что... Но не даю сказать, потому что понадобится двигаться атаку у спайдерлингов и забирают его спайдерлинги. Здесь Салт Лэй не помог. Ну, теперь уж точно можно. Ну, в общем, Виртуза забрали тех самых героев, против которых, как мы видели, Ньюби играет не очень хорошо. Это NextL разведки. Есть герои, которыми хорошо играет противник, как Барат Рома ты играешь. А есть герои, против которых противник вообще играть не умеет. И его Скай с... Винувпейн, это походу те самые товарищи. Что и требовалось доказать. Подготовка, именно разведка сперника произведена самым жестким образом. Радиент's middle tower is under attack. Ну, здесь вынужденный Вайпер на Харлении. Действительно, куда-то еще его поставить, но нет его здесь ставить. Харарту тяжело слишком. Ну, пока он стоит хорошо. То есть, несмотря на то, что он стоял выход в очередной раз на Эмберспирита. Эмберспирит успел завязать Слэймгвард, но продолжает его фоксить. В итоге выживает. Выживает. Нет, не выживает. Моментально остается у нас Барри, которого можно удачно разъединять на хор вражеской команды. И мы видим, что 1-1. 1-1. Лил, вот, что мы следует. Здесь Иллидан. Шейкер разбивает лицо. Лил в итоге подставляет спад Вайпера. Шейкер терпит от Иллидана. У Иллидана двойная атака. Сайленс повешен на Вайпера. Иллидан использует Шикучи. Пока что Вивер слишком хорош. Нападение на Банану. Банану подсвечивает Спиритбрекер. Нужно ждать сделать телепорт, но маны нету. И Спиритбрекер сейчас заберет праг. Банан здесь совсем не готов. Бетрейдер тем временем забирает Бруду. Мы смотрим, как Спиритбрекер отъезжает. Ну, здесь без шанса особо для Бара. Для Шейкера, конечно же. Спиритбрекер, наоборот, сделал все четко. И сразу же уходит на фонтан забрав враг. А что у нас Брудмазер? Брудмазер нашли наверху. И Бетрейдер ее с помощью просветки забрал. Смотрим, Файтвиккап. Ну, можно сказать, что Брудмазер кого-то искал сверху на пару скинув фейн и Тулэй вовремя перетянулся. Контраатака получилась. Угу. Тяжеловато пока что Хао. У него всего 5 левел. Да, есть Флэймгард, есть Симмгейнс, но относительно других героев на карте левел у него маленький. И совершенно нету забирал несколько раз. Нужно что-то ему придумывать где-то находить свой фарм. Это не так просто. Ну, сейчас такой момент смешной, что сказал, наверное, ну, Хао. Сверху я смотрю, там, видишь, смотри, я на массе стою, у меня там 41 крип, иди-ка туда, постой. В итоге перетягивается Хао наверх, на эмбер спереди, но вообще ничего не получает. Раз уж сверху не получилось, то пробует свои силы на центре. Вот выходит против опуса и начинает пушить лайн своим митом. Ну, и после этого аккуратно уйти в лес. Получает во время, что вылили, в итоге Баратрум вряд ли сможет его забрать. Прыгает у нас Хао, начинается такой харасс. И подходит сюда, элитан. Врывается тулэ, который есть досы, видит фокусов, фокусы не смотили, взяли Баратрума, повезли под тар, но отличная перетяжка от года. Чекеры разобрали. Очень много времени здесь находится год. Хао пытается отступить. Год пойдет ли за ним дальше? Нет. Блинк на кулдауне, и в целом Эмберспропа тратили новые элитансы. Нужно отступить. Хорошая командная игра от ВП. Сейчас должны собирать вышку, и бруда здесь получат довольно много пространства. Сверху стоит Спиридбрейкер, также Лил находится, Банана ошибается, Банана, Банана получает ультимейт, Скайрас Меджи, минус Банана. Также цикляют Вайпера, Вайпер довольно прочный, но убит его всей командой, и у Вайпера проблемы. Вайпера остается очень мало, Год попадает к краешкам Соник Вейва, Эмберспирид пытается забрать Скайрас Меджи, но Скайрас Меджи живет, накидывает саланс. У Хао огромные проблемы, Хао погибает, это минус Меджи. Виртуз Прос забирают суммарно уже пять героев на миде, забирают вышку, и... Юби не могут сделать вообще ничего с российской командой. Такое ощущение, что они полностью потеряны в этой игре. Их переграли на стадии лейтинга, пика, и пока что единственный шанс это зацепиться за лейтинга. Но если мы откроем графики, мы увидим 5000 преимуществ по золоту, 3000 по ИСП, и мы продолжаем давить. Ну, сейчас такая неприятная игра для китайской команды. То есть вы, пока в хобус подходят аппарату, аппарату нужно отойти. То есть неприятная игра. Они бегают оттично, непредсказуемо, то есть пять героев в миде на девятой минуте, это, естественно, никто не мог ожидать, и в итоге ребята из Китая немножко устревают. Единственное, что у них получается это вот, допустим, быстро делать перетяжку в пятером там на одну линию, на вторую, на третью. И вот, кстати, может быть, получится забрать Лидана, но нет. Лидан отступает, на разворот подходит также байк, прыгает на тулей, тулей падает, Ленин там еще и, боже мой, и Шейкер где-то забрали. Шейкер подъел бруда, очень здесь не повезло. Батрайтеру не хватило ему буквально секунды до блинка. Му продолжает размениваться, минусует и толстый, и пайпер не выдерживает фокуса от тоненького вибера. Лидит ультимейт опорейшн успевает Ракки Виртус про отступить. Семь 18 преимущество Медведи продолжает увеличиваться и у него ситуация все тяжелее. Но пока что держится. С другой стороны, если мы посмотрим на Фобоса, у него не за горами Сайланс и что делать с брудой и с Орчадом на такой стадии не совсем ясно. Также очень много денег у года. Вибер пока что но Виртус Пикер может собрать себе сильные артефакты и Лил покупает догон на 12-й минуте на саппорт с КРС МГД. Да, у СКРС может быть опасен. Ну в принципе догон на саппорте на 12-й минуте это гига. Тут еще плюс, что все тоненькие. Аппарат там 600 хп бегает, бутрайдер у нас мид 950, пикер 777 и мрспирит мид 900. Но и на пул огромный, поэтому мана хватит. Ну прям все сильные стороны этого СКРС Мэйджа. Находят Лила. Видят огон. Лила не успевает Dead Silence. Заберут его, конечно. Нужно хоть что-то раскастовать. В итоге дает Silence. Неплохо забирают аппаратшина. Размен один в один. Несмотря на то, что встрял Скаймамак в тяжелейшую ситуацию. И так же предстоит банану Спиритбрекер. Находится рядом уже Вивер. Подход шикучий. У Квапы есть рассказ. Спиритбрекер будет буквально секунды за секунду врывается на банану. Банану не успевает сделать ничего. Ультимейт находится здесь же Эмбер Спирит. Пытается забрать года, но года хватает. Поинт, он спокойно уходит на блинке. Остается Спиритбрекер, у которого явно побольше статов. Получает Ультимейт Вайпер. Но успевает убежать. Вивер понимает, что лучше отступить как можно быстрее. Спиритбрекер по-прежнему уходит. И Виртус спокойно забираешь Шейкера и Аппарэйшна. Распыдевая на Скарест Мейджа выигрывает эту драку. Более того, Брунд Матер ломает. Попробую сделать выход на Вайпера. Подходит сюда Элидан, также врывается Лил, есть Дагон, есть Ультимейт. Хао может подсевить товарища, или Элидана, но моментально убегает. Остается Лил, которого очень хорошо пробивает Вайпер, и это минус один. Параллельно с этим Спиритбрекера все-таки Дан каким-то образом Вайпер или нашел Бэтрайдер нашел его где-то. Ну, хороший получается размен. Учитывая общие отзывания, сейчас Ньюби сильно сокращают этот разрыв. Нам тут показывают, что Аганим на Вивере собирали довольно редко. Но в такой ситуации можно обменить, что Аганим это вообще один из лучших айтемов против того же Бэтрайдера. Казалось бы, в большинстве случаев этого героя стараются за фонд-фондр тем, что вы берете какой-нибудь Вингу, Шауту, Демона, ребят, которые могут спасать вас от свапа, но вот есть такой кор-герой, который тоже имеет альтернативный вариант Сива. Причем одну из двух игр я помню, это та самая игра Оррэнджерс против Оррэнс на квалификации в пятом МТА, где Алхимику очень классно суппортил Виверс Аганимом. Ну, или Дан также, как мы видим Сбирал. И все было хорошо. Сильный спел, кором номер один и есть герои, которых можно подсейвить, то да, выбор получается достойный. Ну, здесь есть Queen of Pain, есть Брудмазер, который слишком жесткий Нетворс, чтобы ее отдавать. Ну, пока что Ньюби держится, несмотря на то, что ситуация у них тяжелейшая и проигрывают все больше, уже 7500 по золоту по XP3000, тем не менее продолжают сидеть на своей базе, фармить Эмберспирит. Потихоньку нутросу поднимает, фармит пучков. Довольно приятно. Не появится Сайланса, Брудей. Брудей здесь атаковать тяжеловато. Все-таки рядом хайграун. Фиксиалту лей на верхней линии. Фармит себе форстап, рядом также находится Шейкер, но напасть тяжело. Слишком толстый Спиритбрекер, Skyrassmage стоит вдалеке, решают просто отступить. Очень неприятная позиция для Эмберспирита. Его обгоняют по Нетворцу Скай, и вообще хау, он такой четвертый. Всего лишь 9 уровень. Не может фармить свои леса, не может там фармить верхний лес. Вообще грубо говоря, не может, и сейчас нужно сделать отчаянную смок-атаку. Либо Вариант пойти попробовать найти Бруду, который мы видим у нас и понимаете ситуацию. Ну это очень тяжело. Да. И Вариант по-моему вообще единственный для Ньюгит попробовать пойти подраться в том месте, где Бруды нет. Вот сейчас вот Брутрайдер летает, думает, что Фобус не дурак. Если посмотреть на карту, мы видим только у нас один Амберок находится в центре, также стоит вайпер здесь, поэтому кликает что есть еще люди и еще давали на этом месте и Иисус мог атаку Фобус прекратил. Да, в итоге закончился смок, насколько я понимаю, Брутрайдер даже не стал использовать просветку. Летит ультимейт опорейшена. Выпадает по Виверу в Вену на фейн. Денает вышку вайпер. Ну Вивер здесь на хосте его никак не зацепить. Огромная проблема в тем, что у Вивера купить слишком тяжело. Да, здесь есть Брутрайдер и есть Шейкер, но смотрим нападение на ФНГ. Эммер Спирит. ФНГ пытается раскостоваться, Эммер Спирит вынуждена наступать. Да, тем временем у нас Вивера забрал ввера. Да, или дан, или дан, как же так. Очень-очень-очень поставился здесь Илья и Фобос вынуждены возвращаться на базу, так как Фобос уже начинает пушить Тир-3. Подходит сюда Шейкер. Шейкер Дублинка, конечно, литовато. И Квин Оф Пейн выносит Сайланс. Два Сайланса Дагон на Скайрос Мейджа. Куда-то выйти против таких артефактов, против такого пика героев, отставая. Фон Удворсом очень тяжело. Тяжело. Тут есть вариант попробовать кого-то поймать через Битрайдера Шейкера и Сурку привести и убить кого-то. Потому что, несмотря на высокий уровень, ну, часть ребят довольно-таки тонкие. Но мы видим, что Битрайдер это может сделать только в Смаке. То есть, колоссальная развитие труда своими пауками по вражесному лесу, либо линию постоянно пушат, показывает, что они здесь, либо там где-нибудь в лесу подконтролят. Сайланса аккуратно. И в итоге не выглядят потерянными. То есть, они пока вообще-то думают, что таких ситуациях нужно делать, потому что обычно обычно так, кто-нибудь я не пересовал. Так вот, чтобы прям треплой кард катываться. Выходит вниз, ждут пока кто-то придет пушить линию. Ну, естественно, выходит пушуш, самый толстый, самый сильный, самый красивый. Нападает на него моментально сбывают и смог так удалось. Да, успел его забирают. Хорошая статистика только что залетела, что ньюби очень много формят свои леса и вот как раз-таки в этой игре им такого шанса не дали. Сайланс вешается на Бутрайдера, влетает до Парейшена, залетает Бутрайдер, но успевает у него повесить Сайланс, должны успевать стирать ультимейт минус Бутрайдер. Эмберспирит не боец, получает ультимейт спиритбрейкера, сталкивает его с хайграунда, Хао погибает. Слишком жестко заходят два Сайланса купленных, один Сайланс на Skyrim на такой стадии игры. Ни один герой не может спутовать вообще ничего. По кулдауну кидаются Сайлансы и перманентно в них находятся то Бутрайдер, то Эмберспирит, падает рейнджовый барак. Ну и во второй игре, если она захочется так же уверенно, можно будет сказать, что Virtus.pro уничтожили. Ну это уже гг, мы видим, что китайцы играют как-то невнятно. То есть выходит Viper умирает один лан лан с ним, потом ну вроде нужно делать защиту четвером, но вместо этого прыгает один драйвер, потом драйвер прыгнул не получилось, пошел в Бутрайверспирит тоже не получилось и это китайский конвейер смерти. Кто еще говорит о таком? Ну здесь можно сказать, что Skyrim самый лучший герой в лейте, но вот если он получает быстрый левел и настолько хорошо себя ощущает в начале писать магического демжа, против которого защиты нету вообще. Ну разве что пассивка Viper, которой не хватает. Там как сказать, если вдруг у него 6 слотов получается одеть и там 6-ым слотом забрать аганюн, то с мистик флеера кого-то можно вырезать. Сяут улей, цепляет FNG, все FNG FNG сбирают. Ну что дальше? Надо убивать, то есть надо убивать нету, у них сейчас нет ничего, потратили абсолютный FNG срывается бананом, дает ультимейт года, но год выживает, подходит также флопа, застрял в лесах, не может пройти, прыгает здесь, может быть прыгает Эммер Спирит, вообще режет всех, нужно срочно сбить Лэм Гуард, и не получается, не получается добить, и Хао может выжить, но ты посмотришь на тракт на развороте, на развороте 12 кп добивает Хао, год с Вайбанка возвращается, остается один вайпер, пытается сделать, или Лепорт уходит на ТП, умирают 4 героя Ньюби, ну как же много они забрали, они забрали Квапу, которая байбэкнулась, Спирит Брейкера, который байбэкнулся, и фактически сделали минус 6 в этой драке, но Рошан останется, игроками Резус Про, посмотрим на Файтер Рекап, я уверен, что в огромном плюс Ньюби, так и есть, ну посмотри, сколько нанес урона Эммер Спирит, у которого в инвентаре одно пацанство, и Клеймор, он просто больше всех, да, он просто поубивал со своим флаггвардом всех, то есть, казалось бы, повесить на него Сталинс, там, крик не разок, или дай ему голубя, этот флаггвард быстро упадет, но вместо этого, как получилось, он выбрал на момент, когда вообще киливсел своих противников, и просто поубивал всех. И все же, очень хорошая получилась драка Верверс Про, главное, что они забрали Рошаной, и сейчас, не будем забывать, что все еще нету стороны, и не будет уже в этой игре, и в Льюи Нижней, можно продолжать добить. Сейчас покупает Медасик, ну, понимаешь, что шансов выиграть только есть, если ты затянешь слишком далеко. Медасик даст, конечно, такой шанс. Ну, у Вера уже появился Аганим, Queen of Pain имеет Аеги, Spirit Breaker, пока что собрался просто на статы, ничего особенного у него нету, но 22-й минуты игры этого достаточно. И Скорос Мэдж покупает Виталити Бустер, чтобы быть чуть поплотнее, что довольно важно. Ну, чуть воспряли духом Ньюби, им нужно, конечно, нафармить свои ключевые арты, прежде всего, это Блинк на Шейкере и желание на 11-й, но времени для этого потребуется невероятно много. Но тут есть такой момент, что сейчас Банана, вот мы видим, он в очередной раз покупает варды, и на месте Ньюби, если бы можно было выбрать Медасик на аппарате или Блинк Дагер на Шейкере, лучше, наверное, все-таки было Шейкеру бы, купить себе Блинк. Я бы так сказал, аппарат сейчас имеет Медасик, вот пусть он покупает варды. Не, ну или так хотя бы, да, то есть, грубо говоря, нужно помочь коровке немножко нафармить крипов, чтобы можно было хоть как-то себя в драке реализовать. Потому что у Уэстов слишком жесткий лайнап, клопачка прыгает, тебя кидает в Саленсы, вивер там может задеть паучками или тем же Сукулчей. Ну, тяка. И Ньюби пока не готовы драться. То есть, нужно дофармить айтемы. Но Хао понимает, что ДБФ ему здесь не дожить, просто так же нужна манта и начинает набирать Яшу. Ну, вообще, вот этот клеймор, изначально этот клеймор, это намек на то, что сейчас я кубу Баттлфури, буду бегать, всех убивать там, быстренько фармить и нафармю себе там 2 доедал, это прохладная история. Тебе нужно, с первой очереди, позаботиться о том, чтобы тебя не убивали за прокаст, а наста это может способствовать, сбрасывать себя с Саленс. А уж потом фарми любви ДПС артефакты. Вайперку купает БКБ, теперь действительно тяжко с ним будет разбираться. Но, как мы видим, УВП здесь уже и задел под Кирасу. Ну, Вивер, конечно, так себе демагер, прямо скажем. Здесь скорее ему нужно будет сейвить Армастеров. Например, Пин оф Пейн, который слишком мало хитпоинтов. Есть Аегис, но меньше 1000 хп, это как-то совсем. Использовал демэдж. Нападение на Му. Му не успевает нажать БКБ. Да, вот эта игра успевает нажать в самый последний момент. Брусмазер БКБ, ультимейт Кин оф Пейн добивает Му. Минус Му банана уходит на лоу хп. Кин оф Пейн теряет Аегис, но это всего на всего Аегис. Размен Аегис на Вайпера. И заряд БКБ. Ну, конечно, Му здесь не сыграл очень плохо. Не успел. Лосо заедет. По-моему, Лосо есть такая небольшая анимация, и Квапье здесь удобно ходить, если ее больше ничем не цепляют. Ну, тем не менее, выбили Аегис, врага, и теперь можно защищать свой хэрграунд. Да, Год понимает, что слишком мало хп у него, начинает фармить БКБ. Все-таки Аегис Кипер же нету. Киперсон это здорово, но Кирасу все похоже. Коррекция в этом писанца. Продолжается асада базы Ньюби. Продолжает Ньюби отбиваться Родов Атос и Артмейдж. Хочет выйти. Хороший артефакт, но опять же, с появлением БКБшек у Ньюби появляются какие-то шансы. С появлением Манты. Просто из-за того, что герои ВП слишком сильно заточены под этот вот магический урон. Ну, здесь правда, Брудмазер отнюдь. Брудмазер уже купил себе БКБ, покупает Демон Недж. Физики очень много. Под ультимейтом получается в районе 350 урона, если я правильно все посчитал. 90, ну да, что-то нет. Примерно не 300 пока что. Тем не менее, все равно достаточно. И, что самое главное, это тотальный мап-контроль. Вот Vision карта команды Virtus.pro, они видят 80% карты. Вот Vision команда Ньюби. Они не видят практически ничего, и им страшно выходить. Такой ситуации. Ну, сейчас довольно-таки хорошая игра от ВП. Уверенная. То есть вы не рискуете и не бегаете подражеской базой, а используете паучков. Паучки пушат одну линию на центре, и кто-то вынужден все время дейвть ее. Вторая линия пушат сама по себе, следовательно, здесь вообще нет смысла находиться. И вот аккуратненько, все дружно пармим там, не стоящие карты. Свой лес, вражеский лес, не даем пармарам вражеский лес врагу. То есть даже вражеский лес не фармят, понимая, что бетрайдер другое, он может там влететь со смока, кого-то заплатить, и лучше всего от этого подохраниться. Кстати, бетрайдер, как раз, то, о чем мы говорили, покупает смок. Самое время попробовать совершить переворот. И... Очень тяжко выйти, все видит в ВП. Буквально нижняя линия, еще учитывая то, что пропушена, буквально 30 секунд, ВП видит, что никто ее не дефит, и все. Ну, пока что... Пока что не выходит. Скорее, пока что прикрывают Эмберспирита. У Эмберспирита появляется Манта. Нападение. Сайлентс до того, как появляется Манта. Очень вовремя дают фурстаф. Потрясающий ультимейт от Оперейшена по всем. Бетрайдеры успевают повесить Сайлентс. Бетрайдер, в следующей ситуации, Коббат включает, Блокинг Вар должен съедать Шейкера, но неплохо сейвит в ВМУ. В итоге Шейкер падает. Однако за сейвение Эмберспирита. Хорошая драка для ВП в любом случае, Эмберспирит возьмет себе Манту сейчас. И Сайлентсом его будет уже не взять. В другой стороне Эмберспирит так много Сайлентсов, что даже если он сбросит от себя один, можно успеть повесить второй. Ну, самое главное, что он успеет продать Ренант и отступить от любого фокуса. А вот он, Рецептик, уже полетел в магазин. Смотрим на графики, и видим, что продолжают в графике именно ползти вниз. То есть не просто Вертус Про владеет преимуществом, они его продолжают наращивать. И ждут, конечно же, Рошана. Рошан, Блокинг Вар на Квин оф Пейн. Может быть, какой-то Дейдаус или МКБ на Родд Мазар. Не можно будет уже заходить. Также Родд Фатус на Skyrimage зафармить. Ну, собрать все факты, которых сейчас нет. Вивер, видимо, это Дизоль. Здесь Родд Фатус вдвойне хорош на Skyrimage. Ну, опять же, ты кого-то можешь зафиксировать на месте и дать хороший ультимейт. И вариант номер два, это если Бетрайдер у тебя прыгает, и, допустим, представим, что встав у него на КД, то он никуда не улетит со своей целью. И его будет также добивать, бивать. У Бетрайдера такая проблема, что ему для начала надо БКБ, потому что он просто не может дать лассо. Постоянно Вертус Про успевают у него накинуть сайленс. Ну, они постоянно кликают на этого Бетрайдера, и как только он делает дынк, он оказывается в сайленсе. Ни разу еще не было ситуации, чтобы он в такой драке мог что-то там сделать. Вот именно в 5 на 5, когда у нас год и коф, 9-8 кг. Ну, в принципе, доказывает у нас то, что команда ВП в большинстве случаев играет на года, и мы видим даже вот Иллидана на ривере, собираясь такого всеми суппорта, который будет спасать его с вашей ультой. И год продолжает наращивать обороты. Здесь такая необычная ситуация, что Брудмазер у нас сама себе сделала всю игру, и поэтому имеет топ-1 на Творс. Бетрайдер взял гем, вернее взял ему гемопарейшем с мидасиком, и теперь можно будет искать буду. Но это... Теперь драки проигрывать нельзя. Проигрываешь драку минус гем, спиритбрейкер врывается на му. Му холоднокровен, как никогда. Можно паучков подфармить аккуратненько. Вертуса, в свою очередь, понимает, что не стоит рисковать, потому что переворот все еще возможен. То есть, по поводу Бетрайдера, опять, конечно, хочется. Чтобы драйдер, как-то попробуй залететь. Но учитывая, что здесь на каждом шагу ты можешь стритбулка, как вариант, какие-то варзы, чтобы полить твою инициацию, то он пока вот сохраняется, ну, сейвится. То есть, аккуратненько улетал-полетал. На этом пятачке часть варду убивал, теперь осталось, что для Вертуса пойдут дальше. А Вертуса не идут. Вертуса так аккуратненько распределили фарм, то есть, говорят, ты фаршета, в принципе, токурьер довольно-таки хорошо фармит. Бурда, в свою очередь, у нас стоит на центре и продолжает вести осаду своими пауками. А суппорты ушли на свой лес, чтобы там можно было аккуратненько забирать фарм с лейна. Все замечательно. И продолжается за счет этого наращивание преимущества. Рошан появится уже очень скоро. Стоит год, чекает его. Рошан появляется. Все, что остается сделать в Вертусу спроса, забрать Рошана и аккуратно зайти и сломать в сторону. С таким преимуществом это можно сделать. Нью-Би-Ян как-то нужно выйти и попробовать хотя бы колду убить, потому что стоит Братрум, и Вертуса сейчас очень сильно нагреет на карте. У нас парик. В итоге понял, что нужно сюда ступать, уходит аккуратненько на Рошана. И единственное, чем удовольствуется здесь, это Т1 Тауэр. Пока-то они не сломали ни одного, поэтому неплохо было бы для начала хотя бы начать. Сломать что-то. Что у нас купил себе Эмбер Спирит? Я не пойму. У него была уже манта. Был клеймер. Он же что-то приобрел, по-моему, но вот я не вижу, не в курьере. Может, фардов купил? Он так посмотрел на шейкера и говорит, дружище, пожалуйста, не покупай больше, лучше я их наберу. А ты возьми блинк и дай хороший хаслэмпорок. Важнейший момент в игре. Ньюби нужно от кровь из носа отбиться. И если они делают это удачно, то может получиться у них... Так, Хао. Нужно, чтобы Барик первый ультанул. С ульта, да, как-то зацепил прямо, чтобы Хао не успел среагировать. Но Хао играет аккуратно. Если сейчас ньюби отобьются, может появиться блинк на шейкере, какой-то еще артефакт на Эмбер Спирити. Врываются в Му. Ну, Му очень холознокровный. Абсолютно... Никуда не торопится нажимать своего КБ. Продает паучка, МКБ появляется на бруде. Это... Не знаю против чего, но в любом случае даст им много атаки. Скорее всего, ради этого и куплен. И потихонечку грызут... Сторона, пауки. Снизу начинают заходить крипы. Клин оф Пейн. Надо немножко поактивнее, поактивнее. То есть, может, не одна, он, наверное, клопает. Бэтрайдер цепляет Скайрос Мейджа. Скайрос Мейдж, Швиссура. И Скайрос Мейдж погибает. Спирит Брейкер заезжает слишком далеко. Сайланс на шейкера, но минус Спирит Брейкер. Нет, использует свой аганим Виммер. Выпущает, спасает Спирит Брейкер. Хобос, тяжелейшая ситуация. Падает Хобос, падает Спирит Брейкер. И это минус 3. Потрясающий выбор цели от Бэтрайдера вывести именно Скайрос Мейджа, который всегда кидал ему Сайланс. В итоге теряют троих героев, отдают 5 тысяч разницы в золоте. И вот он тот шанс для команды Ньюби, которого им не хватало. Не успел я договорить. Быстро начало. Нужно поближе встать людям друг к другу. То есть, у тебя есть Вивер, он с аганимом. Ему нужно спасать героя до того, как его завезут на базу. Пока его там взяли Ньюби. Потому что в итоге, если вы... Не успел сказать команду. Ну да, то есть, если ты не хочешь дать ультимейт на Скайпаке, ну ладно, после. Можно просто, в принципе, отдать и убежать всем дружно. И потом еще раз это сделать. Но если вы забегаете, это настоящий ад. У тебя здесь фаерфлай от Бэтрайдера, там воронки аппарата. Шекер еще кидает фиссуру неприятную, которую хрен обойдешь. Шемберспирит прыгает. И вот такие драки принимать вообще нереально. То есть, лучше всего просто валить нафиг. Ну и в чем разница? Разница в том, что теперь появляется Суббэтрайдера БКБ. Он может цеплять любого героя и не бояться Сэнса. У Шейкера через 200 моментов появится Блинк. Не хватает совсем немного. Шейкеру нужно, конечно, где-то дофармить. Ему вот не дают. Может быть, что-то даже продать не знаю. Но Шейкер пока что не торопится. Блинк очень нравится. Самые рисковые Шейкеры, которые иногда порталят абсолютно все и берут Блинк. Сейчас увидим. Дезолятор появляется у Вивера. Но Вивера самому тоже не хочет танковать. Потому что это он, герой, который должен возвращать. То есть, тут больше подойдут какие-то билды, чтобы... Ну, знаешь, такой дезолятор, это полу-суппорт айтем, если посмотреть. Он увеличивает только твой такой прикрепный Бетрайдер. В очередной раз от Асквилл, но в этот раз очень хорошая игра Атридана. Успевает спасти. И Бетрайдеру нужно валить. 10 секунд кулдаун. Даже не пойму, Бетрайдер сейчас развел или нет. Потому что он не нажал БКБ. Скорее всего, это была ошибка. Потому что могли дать саленс и просто убить. Могли, могли. Врыв на Му. Му жмет. Мжи, проблемы. Живет. Продолжает разлить. Летает хорошую ульту от парата. Гот погибает. И нужно продолжать дальше. Нужно дальше продолжать стоять. Да. Ну, в итоге Шейкер дофармил свой Блинк. Покупает его. 0, 10, 11. Ну, по такой игре хоть что-то. То есть, были Шейкеры и пожестнее. Я бы сказал, у него есть все, что нужно вообще по такой игре. Да, и 11. Левел взял и каким-то чудом. Но Virtus.pro по-прежнему имеют преимущество. По-прежнему очень тяжело их цеплять. Вивер с Аганима возвращает каждые 20 секунд. И в этом огромная проблема. Ну да, и самое сложное то, что у Ньюби сейчас очень хорошие деф-хайграунды. То есть, любой герой, который подойдет вбить базу, сразу получает ультимейт вайпера, фисуру шейкера, фисуру шейкера, фисуру эмбер спирита. И, в принципе, чуть ли не сразу погибает. Поэтому нужно как-то выманить врага. И может попробовать напасть со смока. Ньюби вообще все устраивает. Вы хотите пушить? Пушите. Мы стоим просто на базе и дефим свои две линии. Да, да, да. Кроме нижней стороны, где у них там по-прежнему пушат линии, вот это хороший знак для Virtus.pro. То есть, всегда можно попробовать сплетануться. То есть, там, допустим, руда по одной линии четыре по другой. Там много чего интересного можно сделать. Но пока мы видим, что стоят. И не надеются на то, что Ньюби ошибутся. Ньюби, в свою очередь, не ошибаются, пока ведутся довольно-таки нагло. Стараются заработать противника на Viper'а, но Virtus'а не ведутся. Ну и Фобус еще кормит паучками. Ну, Эмбер Спирит взял БФ, и теперь урона слишком много по паукам. Я бы вообще сказал, что теперь с пауками лучше не драться, потому что фисты летят секунд пять, наверное. Эмбер Спирит пять секунд неуязвим получается. У него за эти пять секунд почти откатывают. Му, Глимер, нападение. Большие проблемы у Спирит Брейкера. Врабатывают два героя в ВКБ. Viper продолжает тинковать, включает Блокинг Бар, весь урон. Вайбера, Му погибает. И вайбек. Теперь большие проблемы у Руды. Цепляют Вивера. Цепляют Бруду. У Вивера нету. Нету ничего, у Вивера падает. Вивер, Шейкер влетает в Queen of Pain. Дабл-мэмэдж дает фиссуру. Минус Год. Нет, Год уходит в последний момент. Нападение Бруты на Шейкера и минус Шейкера. Мруда также погибает. Вывалился Гем, нужно подбирать его обязательно игрокам Юби. Адвились. И, конечно, то, что выжил Год сейчас, для Virtus.pro настоящее спасение. Потому что за него получили бы слишком много золота. Минус три героя. Байбек на Вайпере в размен на Бруду Вивера. Я бы сказал, что неплохо для ВП. Да, здорово. Осталось теперь два варианта. Либо попробовать еще раз так попробовать на хайграунд зайти. Вот, понимаешь, не по центру, а как-то вот так вот, как Бруда любит, там, через сеточку, через сеточку, спину. Поймать Шейкер или аппаратика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бах. да и вот не следил до аппарат получает 800 голды при этом что к вам обойдет сама 500 и самое главное для ньюби это еще немного времени еще и много времени ну вот так вот немного и много уже 38 минуты игры эмберспирит на третьей строчке напомню начало у него было уже на четвертой снизу догоняет потихоньку и преимущество преимущество как мы знаем оно с каждым разом становится все менее значимым поскольку разница по голде у нас уже небольшая то есть всего лишь 10 тысяч голды вы поведут и вести на 10 тысяч голды допустим там минуты на 20 это очень весомо вы там почти в полтора или два раза превосходите своих противников но сейчас мы видим что они не такие уж опасные поскольку в принципе все герои получают свои факты мы видим то что есть под сейф у аппарата инициация от шейкера брайдер купил себе полный набор и осталось сразу что вот какому-то дофармите вайперу которые так неплохо оделись свайпер мы видим что он делает себе ривер чтобы получше принимать удар планируется у бруды лоту сорт насколько я понимаю кирас уже есть но против сайланд против особо трайдера хорошее решение ну и рожан появится через полторы минуты я вот там еще немножко сказал такое выражение резкое что дезолятор это немножко спорта это мой такой полу дамаг полу спорта это то есть помимо того что 50 урона получаешь ты но вот минус 7 армора очень хорошо помогает что паре на сейсином что тот же скайрасс мейдж хорошо прибирает свои своими атаками ну и бруда как мы видели бруда пока уничтожает я с тобой соглашусь то что в данной ситуации это суппор поэтому потому что у вивера нету бкб и вообще нету ничего он не может этот дезайтор использовать для того чтобы самому бить он скорее вешает дебаф на какую-то вышку на героя и помогает союзникам ну да виверу как бы вообще немножко подфармить вот желательно там бкбшку себе взять чтобы не мог его аппарат шейкером через прокаст убивать но мы видим что в целом ну-ка камаз останется или да ну или да оставили своему товарищу крашан еще не появился к у нас просто все ждут берег начинает теперь так прям так активненько пушит все линии уже вторая строчка по натворцу но крестали с бф с мантой скорость фарма хорошая хотелось бы еще отметить что аппарейшн который вывыкнул себе медас потихоньку подтягивается именно тут уже окупился ну и скажем так у него был сапог и максимум ничего а так он еще и орды успел покупать в результате его шейкер у нас нормально на гем а этому прибавляет да и гем для своей команды приобрел и не выходит база неожиданное такое решение но уже это проект фармит вражеский лес виртуз про так же нововато эмбер спирт мы видим уже начинает пить 2-2 тавр своими иллюзиями похоже на то что рошана дают но решение четкое то есть тяжело выйти из базы незаметно чтобы тебя не нашли да урагу дейвис но с другой стороны можно попробовать продолжать также героически дейвисон как до этого они смогли по байбекам 700 не хватает бэтрайдеру 2 минуты и 400 монет вайперу эмбер спирит имеет байбек оппорейшн имеет шейкер не имеет и верзус про выходит по миду ну нужно реализовывать тянуть дальше нельзя для спириту нужен второй кристаллис чтобы ну что было чем там ажи у него будет и дейдалус и байбек не хватает 100 монет но пара пистов и 100 монет у него здесь очень быстро сантировались люби они увидели лидан про юзл и тиммейт сразу бэтрайдер нападает теперь нету спиритбрейкер у которого был адмерс и тринадцатый левел и драться уже не очень хочется 4 на 5 драку затащить нереально на вражеской базе учитывая количество байбеков да эмбер спирит сразу же купает себе дейдалус и эмбер спирит сейчас выйдет на первую строчку по нэртворсу вот он хао опытнейший кэрри который смог подняться из такой непростой ситуации пауки не живут просто любые ситуации может он давать ну и для артусов есть хорошая новость их пульс закончился хотя есть другая хорошая новость можно почти было бы сейчас убить эмбер спирита но хао отступил то есть что мы имеем папа имеет 1300 хп то есть 1300 хп это уже на зубок ты подходишь тебе дают фиссуру и и ты умираешь довольно быстро но только вы видели да да со всеми бэспирит даст в тебя крит хороший то есть там будет такая ситуация что если с них кинт одинаково то может не успеть таймлапс на врага продолжать то есть также вивер у вивера мы видим поэтому вообще ничего не прибавляется то есть у него как было как мин так минут так 20 назад изолятор но у него 1400 голды и по нэртворсу его уже догоняют то есть вивер он уже почти не кэрри Ой-ой-ой, хаоп, изничтожил, БКБ на руке, ультимейт от оперейшн, шейкер врывается, Кваба теряет ногу КПС перед брейкер, минус, погибает перед брейкер, бдрайдер также погибает, элитана проблемная, он уходит в шикуте, пока что один в один размен. Неудачно вдвоем подставились, ну в данном случае, ну Хэнь с Братуром, в итоге в этой ситуации приняли максимальное решение просто пойти и напасть на противника, то есть явно не убегать. И приятно то, что даже плюс, разменяться, получилось. Все-таки бдрайдер по цене был, здесь очень важно, что с гемом. Гем у бананы, бананы успел подобрать гем, или возможно изначально именно у него он был. Вайпер интересную сборку сделал, он купил Сберривер, Яшу и Плэйтмейл, потенциально это три каких-то очень жестких артефакта, которые усилят его в разы. Ну потому что Плэйтмейл это так себе, он дает армор, но из него можно сделать Шиву или Кирасу, которые уже далеко не так себе. Или тот же Лотусорф. То же самое можно сказать о Ривере, он дает очень много сил и ХП, но если сравнивать с Тараской... Ну я бы не сравнивал его с Тараской. Это хорошее выражение, штука в том, что Ривер стоит большую часть от Тараски, поэтому у Вайпера сейчас очень сильная позиция. Я бы сказал, что он просто думает, что собрать, потому что что-то купил Яшу, но как-то Монта уже не особо нужна, когда у тебя 2500 рублей. Ну Ривер на ХП, армор, чтобы он тоже был. Он напоминает такого парня с ником Райп, который тоже любит собрать всего по-немогу. Это не очень выгодно, покупать вот многие, много таких артефактов, но когда ты соберешь из них то, что нужно, Эмберспейт необычный выбор. И это блин, тем временем Бутрайтер цепляет груду, очень вовремя нашел каким-то ошибкой. Критическое причем может быть, Леда нужно срочно валить, старался спасти своего товарища, но нужно убегать. ФМГ создательно делает чарж, догоняет его халл, Бенкан начинает фокусить Баратруму, Баратруму старается спасти, но УИ чарж в кулдауне. И Баратруму, УИ никуда не отступит. Оставился так же Ледан, который старается зацепить Банана, но это минус 2 и... ну, это реально критическое. Фантастическое чувство игры от Хао. Купил только что Блинк и уже этот блин понадобился. Уже реализован. Ну и конечно пока-то вся Лей пожив. Ну тут... Находят какие-то цели, очень... Как он нашел ту груду или прочувствовал, что реально Николай не был? Да, как-то все просто было. То есть поставили сентрюф, фокус прямо подошел к базе, его схватили и унесли. То есть, ладно бы был Вегер, который тебя защищал, но в этой ситуации я могу сказать, что нужно вот... ну, так нельзя. То есть, если ВП хотят повторить свой подвиг, когда вот они смогли вот здесь забежать и развести врага на байбеке, то нужно немножко вот на расстоянии держаться. То есть, грубо говоря, у вас идут крипы, вы знаете то, что люди пойдут там кидать свои фисты, бомбочки, фиссуры и все одновременно делаете забег. Вот, тогда они так и сделали. Но вот подойти к базе и думать, что ты будешь незамеченным, это прохладная история. И поэтому нужно что-то срочно придумать. Опарашн почти 16 левел, коин-бустер и 3000 в кармане. Самое страшное, что Аганим на подходе. Да, Аганим уже есть. Сейчас, оп, Мидасик. Мидасик покупается. Аганим готов. 16 левел почти готов. Бурда... Будет не щадить. Бурда не любит аппарату. Вот сказали наши аналитики, что вот, мол, брутай, аппарашн, имеют статистику, аппарашн хорошо смотрится против дыни, так никак это между собой не связано. Позвольте не согласиться с аналитиками. На стадии лайнинга, возможно, в лейте ультимейт не работает. Ультимейт бруды недооценивать? Ну... Ну, лайфстил не работает. Лайфстил не работает, да. Да, лайфстил там 100%. То есть, из-за неудара там все по 300-400 хп восстанавливаешь, плюс вороночками ты эту бруду замедляешь. Да, плюс вороночками эту бруду замедляешь. Когда БКБ 5 секунд, то и колдфит можно приятно под подстанчик закинуть. Ну, то есть, против миличников в лейте аппарат всегда хорошо смотрится, если игра затягивается. Ну, и пока мы видим, что его аналитики решают. Которые тоже не поражают под этим ультимейтам. Да? И Владимир, который не работает против ульта аппарата. Ну, короче, стандартный оперейшн в лейте. Хао передвигается на топ, байбэк у него есть, тревела в кулдауне. Сейчас можно попытаться кого-то зацепить. И цепляют му, воронка, если фрустап, фрустап и есть, нажимает БКБ, фиссура по двоим. Шейкер в двоих! И аппаратияшн дает ультимейт. Спасают бруду, но не спасают спиритбрекера. Нужно забирать вайпер, вайпер, забираю, байбэк уэст, шейкер, забираю, байбэк так жесть. Приходит эмбембер спирит, уходит из пленка. Оставляю две иллюзии наверху, допушивает линию. Иллидан сейчас спас ситуацию. Доля секунды погибала в бруда и драка эта заканчивалась бы очень плохо. Однако, Хао цепляет двух героев, использует мантус, бросает себя сайленс. Не дает просто здесь расслабиться игрокам виртус про. А теперь с манты нет, форста фуинт. Пытает распасать своего тиммейта и играется. Играется с ними. Топ-1 форсу Хао, Хао просто не прощает. Пошел ультимейт на базу. В насчете на то, что кто-то бит и сделает ТП домой, но все фуловые. Хотя нет, вот в Лилла мог бы попасть. Лилл также купил гем, но это не гем команды Ньюби. У Ньюби до сих пор остается гем. Даже потерять его не так критично сейчас, потому что новую есть и денег много. Лилла будет Догон проградить. Но он бегает с ним в первом уровне. Первый уровень так себе. Манэ забирает много. Кулдаун у него очень долгий, 35 секунд. Это почти, по-моему, как хекс. Но Кулдаун он не может быть. Но он, в принципе, не самый лучший арт. Нет, нет, Догон 5, у которого Кулдаун 15 секунд. Он очень жестко пробивает. И при том, что там много урона. Можно там какой-нибудь аппаратик просто за проказ забрать. Наконец-то БКБ появляется у Лидана. Но сейчас тут нужно купить что-то пожетнее. Да, Лидан в свою очередь покупает БКБ, но в такой игре был бы приятнее еще у кого-то увидеть Линкин сферу. То есть, ну, да, Лоттосорб это хорошая вещь, но, как мы видим, тяжело накинуть Лоттосорб на своих товарищей. Битрайдер слишком резкий. Ну да, да, то есть на тебя могут ворота с Лосовым, могут ворота на Ливер, на Клопу, вообще на кого угодно. И, как мы видим, Лоттосорб пока вроде даже, ну, Тон-то и не завершал ни разу. То есть, получается, забирает очень много пауков сейчас. Вообще, очень много пауков забирают. Вот посмотри на НКорфу, у Эмберспирта 26 тысяч ласхит, 616 крипов он убил. Из них, я уверен, где-то там 200 или 300 крипов, это исключительно пауки. Пауков забрал, да. И фангшечка. Не знаю, чудом каким-то Эмберспирт сейчас провожал фисты. В последний момент повезло, что не заставил его Браттромчик и улетел. Мне Хау начинает напоминать фату из вчерашнего финала ДТ2 Чемпионс Лиги. Когда у тебя все начинает получаться вот так по ходу игры, и тебе уже начинает переть какие-то моменты. Да, фисты нажал очень вовремя. Хекс появляется на Квапе, Кристаллис, тут у Года тоже интересная сборка. Но, конечно, с Эмберспиртом тяжело конкурировать. Он слишком круто отпушивает лайны. Он идет наверх, пушивает вверх, отпушивает низ, все при этом это фармит. У него 6000 золота в запасе. И при том, что команду он особо свою не обделяет, он фармит очень далеко от базы. И у него два сапога. Тоже прогрейдить можно один из сапогов. Можно один продать. Продать, в смысле купить что-то более ценное. Пока же оставляет. Может не хватит на вайбэк, если что-то продаст. Ну, шейкер форстаф. Какой-нибудь можно второй Кристаллис, может быть второй Демон Эйдж, чтобы МКБ себе собрали. Такая горькая у нас получилась. Ну, да, от преимущества у Виртуз Про вообще ничего не осталось. Камбэк после отставания в 15 тысяч, это один из самых жестких. И я думаю, что если сейчас Ньюби удастся победить, то таким он останется на долгое время. Ошибка. Кекс получает хао, шанс убить его. Не успевает среагировать и забирают. Да, не успевает заюзать ремнант. 100 секунд в таверне, нужно разводить на вайбэк. Это из 600 золота. Кекс окупился. Кекс это то, что нужно на такой стадии. Демон Эдж покупает у нас хао. Но на байбэк у него все равно, при этом хватит, у него слишком много голды. Да, относится его аккуратненько на базу и соберет впоследствии из него, может быть, второй Дейдаус. Здесь это работает здорово. Прочитого большого количества пауков. Ну, нужно, нужно вирту сам потихоньку разводить. 60 секунд. Да, резко, резко надрываться. Да, здесь не получится вот этот вот, позже мой. Ты посмотри сколько. Сколько денег, да. Сколько денег зарабатывают. Бэтрайдер 4 тысячи уже имеет. Ну и Эмбер Спирит по-прежнему не байбэкается. Зайдут на Рошана. Ну, опять же, вы заходите на Рошана, но тяжело. Как-то реализовать здесь. У тебя виверник Эри, он не может как-то круто втанковать, байбэкнуться и вернуться. Вернуть кого-то он спонтанно тоже не может. Все под дебафом Оперейшена. Ну, Рошан все равно падает. Так, камуа Егис. Лил покупает себе ультимейторп, я думаю, что это Хекс. И как показалось только, что практика, Хекс это отличное решение. Хекс крутит догон. В данной ситуации точно, потому что в данной ситуации самая большая проблема это зацепить. Но думаю, что в перспективе догон все равно можно будет доградить. Ну, посмотрим. Пока что ВП хотя бы как-то проштурмовать эту вышку. Она до сих пор стоит, 400 хп, но ее даже снести не могут. Сперспирит вышел, байбэкцион не стал. Демонедж, но Демонедж пока что не берет. Оставляет ПТ-шку. На Шиву валится. Не палится. Да, Шиву покупает себе вся лулей. Он типа не хочет собирать, может быть, маленький кинг-бар, чтобы там какую-нибудь тивер бабочку собрал. А может, руда бабочку соберет. Ну, в общем, здесь не будет. Я думаю, что скорее в рапиру выйдет. В критической ситуации. Ну, миссов не так много. Хотя у Будды есть миссы, она его не пьет. Просто в его случае этого не стоит. Если ты... Как бы тимфайты, как мы видим, у Ньюби хорошо проводятся. Единственное шаг, как ВП сейчас могут выиграть, это как тебя подцепить. И от того, что у тебя будет рапира, не будет. То есть на партизанскую войну это не сильно не влияет. Линкен? Да, там какие-то слоты. Линкен, сферы, Лотус, Орбы. В ответ можно купить против Фикса, чтобы можно было спасать своего союзника. То есть что-нибудь такое, что... Прям ух, и не позволит ВП напасть на тебя. Да, Лотусор тут вообще решает очень много вопросов. Но Абитрайдер выходит в Шиву, Лотусор бы не был. Шива хороша, перед Раггера. Еще хороша тема, что ты когда хватаешь кого-то, летишь, за тобой такие бегут люди по огню, и ты их замедляешь. МКБ взял Хауп, на Байбак остается. Ну, тут что-то хотят, вот они тут бегают, бегают, что-то хотят. Они думают, что Ньюби выйдут, но это вряд ли. Ньюби не вышли 25 минут назад с этой базы. И, естественно, сейчас сразу, что Лотусор будет аккуратненько выходить и байтить на себя. Создавать такую некую иллюзию. То есть можно, конечно, попробовать кого-то поймать, вот такой загулявшись, что да, сейчас он выйдет, сейчас мы их поймаем, по любому Хау еще раз. Ну, этого, естественно, нельзя исключать. Но в целом, как-то надо подфармливать, то есть побольше. Там, например, вот этих голенчиков забирать, лезвие забирать, вот это забирать, или просто в лоб переть. Да, раньше они хотя бы отрывались по золоту, но сейчас, после вот этого подфида, бросили эту затею. Но сейчас игра были так, что вот бежит линия, РП подфармили одну пачку, линия бежит в сторону Ньюби. Ньюби подфармили одну пачку, причем с пауками. Да, all inclusive. Спиридбрейкер, врывается, вместе с Хлопой, Хекс, Нокс, Атулие, Рассказ, как же больно, дамаживает Эммер Спиллет, в итоге забирают Спиридбрейкера. Попытка забрать Вайпер, но он непробиваемый, забирают Апарэйшена. Прыгает Брайдер, ничего не может сделать, размен пока что один в один. Неплохо получилось, неплохо. Ну, да. Хорошо. Хорошо зашел Фобос, который сгрыз где-то аппарата, где-то на базе такое ощущение. Мне даже не показывают, где он его забрал. Прямо под Тер-4 Товарами. Неплохо, ничего сделать. Ну и Файт Рекап мы видим. Ну, Файт Рекап смешной, конечно, для такой минуты игры. Тут эти 100 голды никому не важны. Ну да, и БКБ очки, в принципе, их уже не на что разводить. То есть мы видим у Брода КБ 5 секунд, у Куапа тоже БКБ 5 секунд. Просто прыгай и избирай. На какого-то моменту года, прыгай Берег и выбивает Айюс. Хао. Хао. Нашел, и как раз вот они БКБ, которые 5 секунд, и которые в кулдауне. Наверное, здесь зарешало скорее второе. Покупает себе вторые травела. Ну и Эмберспирита можно поздравить, он закончил свой фарм. Не-не-не-не. Нет, еще. Пока что 6 слотов, ему этого хватает. Блинк продать, собирать, ждать. Точнее, какого? Как эта штука называется? Муншард? Да, Муншард, где-то можно. Как мы видим, монстры тоже нормально являются. Ну, уже да. Уже когда ты стоишь на базе, у тебя, я чувствую, вылезают вражеские герои. И с таким дамажем. Куапа берет Дэдаус. Передают ей сыр. По-моему, у Фобоса все еще есть сыр. Нет, нет. У Спиритбрекера еще один сыр. Два сыра, заюзать которые тяжеловато против Оперейшена. Но, может быть, получится играть. Под посмотренные ли данные, боже мой, как сильно влияет на миру то, что ты собираешь один Аганим. Ну, то есть, вместо того, чтобы подфармить это, подфармить что-то, нужно заниматься другими вещами. Ну, 4, по-моему, классно его оценили наши аналитики. Но, как они сами сказали, игра на него вообще не ведется. Вот его заставили собрать этот Аганим. Ну, не то, чтобы заставили, стратегия была такая. Ну, и как ему фармить это дальше? Ну, не, не, фармить-то можно, но вместо того, чтобы фармить, он вынужден заставить своих союзников. Там, где-то за брудой постоять, где-то, может быть, за квопой постоять, чтобы нельзя было ее забрать. Ну, и, как мы видим, пока, Ильдана уже докал подрайдер. И потихонечку подкатывается с Skyrass Mage. Так, шейки практически у всех есть фарм-шейки. Шиво и Лотосор будет на Вайпере. Либо Кираса. Здесь может еще Кираса. В Ember Spirit влетает у нас. Перед брейкером Ember Spirit успевает среагировать. Опять же, непонятно, за счет чего. Ну, просто слишком далеко зашел. Брейкер потратил много времени. Кираса появляется на Вайпере. Да, Лотосорба по-прежнему не хотят носить. Да и, в принципе, пока что не особо надо. Если говорить о драке сверху, то Ember Spirit бы никто не помог. Винрейт на ваших экранах. Как ни странно, но мифы о китайской доте здесь не особо работают. Это и Винрейт у команды Virtus.pro значительно выше в таких затяжных играх. Но они славятся, да. Они славятся вот такими суперкатками. Но стоит отметить, что Ньюби в этом составе не сыграли еще так много игр, как есть в этой статистике. Как мне кажется. Если мы вспомним игры Virtus.pro, то они могли и два часа поиграть. Такое было. Мега-крипы там не проблема. Мега-крипы не проблема, так что пока они лучшие представители лейтгейма на нашей профессиональной сцене. Эмбер Спирит с Вайпером. Ой-ой-ой, как много пауков погибает от сплэша. 5000 у Эмбер Спирита. Используют смоки. И это первый выход смока за последние 40 минут, наверное, если не больше. В исполнении Ньюби. За начало игр они не выходили. Хобоса ловят. БКБ используют. Но, да, где уж тут выжить-то в такой ситуации. Не ожидали ВП. Просто из-за того, что этих выходов просто не было с начала игры. Первые за 60 минут. Забирают бруду. Сюда, конечно, есть байбэк. Но байбэкаться очень не хочется. Очень не хочется драться 5 на 5 сейчас. Virtus.pro. Ну, как мы видим, они явно готовы. Заходят со спины. Queen of Pain. Здесь же Спирит Брейкер. ТП-шатся Хао, но оставляет Ремнан. Просто для того, чтобы отпушить линию. Поэтому все еще в пятером. В этом плане Ньюби гораздо проще в пятером находиться. Разбег на Вайпера. Вайпер включает БКБ. Неплохо танковывает БКБ от Ксяута Леспи. Эмберспирит все еще не возвращается. Ульт. Нет, сыр проедает. Тем временем. Эмберспирит затирают. Есть байбэк. Будет ли байбэкаться Хао? Вот в чем вопрос. Хао пока что не байбэкается. Шейкер влетает очень классно в двух героев. Клопа также прожимает сыр. Шейкера должны убивать на его курстафет. Вайпер падает. И это минус два героя. Брудмазер после байбэка. Аппаратшн делает ТП на базу. Шейкер с блинка уходит. Также делает ТП на базу. Могут подцепить еще Битрайдера. Но Битрайдер отступает. Разгон Спиритбрейкера. Битрайдер есть байбэк, конечно. Но не хочется терять гем. Спиритбрейкер. Глимер кейп. Шейкер подцейвливает. И Спиритбрейкера еще и забрать сейчас могут. Но Вивер. Вивер спасает в очередной раз. Fight Recap, я не знаю, возможно, я пропустил уже. Давайте посмотрим по графикам. Ну, вкратце, что это было? Это был очень крутой интеллектуальный мув со стороны города. Они понимали, что 5 на 5 драться очень тяжело. Когда стоит вайпер, он что-то танкует. У него там 3200 ИСУП, 236 армора. Ну, нафиг бить, это не стоит делать. Вместо этого мы нападаем по разным сторонам. То есть меняем всю позиционку. Что-то все начинают бегать. И в итоге Ремнант остался. Стоял на месте. Год вообще не двигался. Ждал, пока Хау прилетит. Хау прилетел Хекс. И Эмбер Спиритбрейкер. Причем Хау понимал, что лететь нельзя, но не выдержал в какой-то момент. Странный гад падения Вивера. Ледан не выдержал. Ледан должен выживать. Должен выживать. Нет, кого его забирает. Прыгает в опус, но очень тяжело пройти. Тут Сочек летает, прыгает и убегает. Остается один братрум, которого так же забрали. Это было очень странное падение от Виртуз Про. И Батарайдер, красавчик. Продолжает тащить. Ну, Ледан, в свою очередь, тоже красавчик. Продолжает... Видите? Со своим рывом на базу. Странный ворвался. И совсем я понял, зачем вообще байбекался Вайпер в ситуации, когда Виртуз Про отступили уже. Ну, на всякий случай. На всякий случай, видимо, чтобы не было момента ОВП. Да, как-то зайти продавить. Топословно, и в этом. То есть, в принципе, от того, что байбекнулся, ты потерял немного. Как бы денежка есть, в принципе, сейчас тут тоже есть. Если что, берет, там, что-нибудь подфармит, варбишек подкупит. И он успеет одеться. Я считаю, что байбек в итоге, как мы видим, оккупился. Хекс есть у Скайрос Мейджа, но вряд ли он убьет Эмбер Спирита. Попадает Лил на Хау и говорит, здравствуйте, Хау, как ваши дела? Как ваши дела, не сись я, Хау. Я недооценил. Скайрос Мейдж действительно убил. Саппорт убивает Кэри. Это тот самый суппорт, который в ЛТ, если вот у него удается вырваться с прокаста, он убивает почти любого вообще героя. Не важно, кто там Хейри, суппорт, там, хоть, не знаю, герой с четырьмя КХП, ты погибаешь в одно мгновение. Ну и Эмбер Спирит, еще и такие статы, такие артефакты, что если на него нападают, ему тяжеловато выжить. Если его вот именно хексы там цепляют, он может уйти на ремни. Эмбер Спирит, есть байбек? Есть Рошан, но у меня такое ощущение, что Юби не дрались за Рошана всю игру. Я думаю, он и нафиг уже не нужен. Они прекрасно понимают, что рисковать вот своей позиционкой не стоит. Можно сидеть, можно сидеть и дальше. Можно сидеть дальше. Кстати, Моншарж уже съел. Да. Ну, теперь, если он уже жесткий кэрри, то, в принципе, можно заменить как разный даггер, может быть, на какую-нибудь ЛНК, или что там еще такое, если у ЛНК. БКБ можно себе купить. Я думаю, что здесь по цене, а вот БКБ здесь был бы интересным выбором. То, что монта, как мы видим, она уже не спасает. То есть, да, она есть, круто, такие, ну, хтоты дают, там, допустим, 26 аггити. Плюс 26 урона, это довольно-таки хорошо. Но, как мы видим, много хватает. Много хватает, и все, что нужно сделать для Хауэлла, это просто выживать. Вайпер. Еще 4 минуты не будет у него байбэка. Это, наверное, самый жесткий шанс для ВП. Потому что у всех остальных героев Эмберспирит имеет байбэк, Аппарейшн, Бетайдер и Шейкер также имеют байбэк. У самих ВП нету на бруде, но бруду зацепить тяжеловато. Хотя, кто знает. Так и говорить, наверное, потому что бруда регулярно у нас уезжает. Линка появляется у Элидана, вот буквально еще чуть-чуть ее дофармить. Линка здесь даст очень много. Как раз-таки то, чего не хватало, Б. Тяжелый артиллер пошел, вот он, 1К. Кто-то Доминатор купил. Он год купил Доминатор. На NextLaw Push пошел. По другой линии. А Крепа взял? Да, надо на какую-нибудь волка взять. Вот в такой стадии Доминатора я сильно ценится. Ты можешь взять себе просто арморы, и у тебя, я считаю, в команде есть лич. Хороший стартарк, хороший стартарк. Хороший стартарк, хороший, не залетает. Действительно необычный. Да, да, необычный. Ты можешь крутым какого-нибудь аграрф взять и повесить на всех плюс армор. Ты можешь взять волка, который усилит ДПС. Тоже попытка, которую бегают очень больно. И попытка, очередная попытка выйти из Макеева. Кстати, Берер как раз понимая, что Монтайя уже не тот цепь, который ему нужен. Можно сделать что-то и пожестче. И РТУСА ждут. Стараются развести подумление даже по трем. То есть, чтобы пропушилось снизу, пропушилось сверху. Еще кто-то центр подпушивает, труда, пушка. И Нюби, они вообще кисло. Что происходит за границей базы, они сидят и не высовываются. О, да. Боже мой. Эмберспирит продал мант, купил БКБ. Эмберспирит в свое время что-то покупать для своей команды. Все, 7 сотов. Его фарм закончен. Нужно там вардишек купить. Нужно купить, я не знаю, нужно Некро 3 в курицу, прыгает Го. На Вайпера, не та цель, не та цель, которую хочется убивать. Вайпера выталкивают, хороший проказ по муму, без байбэка. Он выживает последнюю секунду, задает ульта аппарата. Боль на Ванфен достаётся, подходит передамс, начинает убивать, но нет. Не получается добить и прыгает Хауэ. Б. Б. Ульта, Бин оф Пейн минус. Аегиса у неё не было, Аегис на Вивере. Вивер пытается отступить, Вивер отступает, но он под ультой оперейшена. Могут его забить, забирают Аегис. И сейчас очень тяжёлая ситуация. Хауэ, форстафит его, Глиммерспейт спасает жизнь Хауэ. Шейкер влетает в двоих. Танет, но продолжить нечем. Шейкер в итоге забирают. Или Дан, есть ульта. Ксяу Тулей отступает на фонтан. Размен получился неплохой. Лил остаётся здесь. И честно говоря, не видел, что делала Бруда всё это время. Все бараки стоят. Она стояла на меди и думала, то есть бить или не бить, бить или не бить. И в итоге Вайпер успел на защиту прийти. Шесть тысяч урона без малого от Эмберспирита. Да, я был уверен, что когда я увидел Ранбруду, спушила она хотя бы что-то, но нет. Резается Бара. Добили где-то Хау. Вот ещё что я пропустил. Скайрос Мэйдж здесь сделал своё грязное дело. Хау есть байбэк. Гибер заходит под лоту сорвом. Начинают его бить. Включает БКБ. Да, бараки стоят. Шейкер байбэкнулся. Развели на байбэк Шейкера, теперь байбэков гораздо меньше. Давайте посмотрим у Эмберспирита битрайдера. Ну и у Вайпера через 25 секунд откатят. То есть три кор-героя фактически. Там, короче, ещё прикольно забрал Лилу Эмберспирита. Он кинул в него голубя, он летел, летел, летел. На Эмберспирита повесили Глимеркейп. Надо было сразу втанковать. Не, не, в итоге он бежал, он типа, ну, понимал, что нужно втанковать. Но когда он так развернулся, оп, и резко Лилу забрал. Или Лилу Эмберкейп закончился. А Парейшн покупает Лутусорб. СКСМЭШ покупает Блинг. Здесь уже настолько жёсткий лейт, который может решать на всё, что угодно. Но сейчас уже больше решает то, что всё-таки здание падает у команды Ньюби. То есть да, что-то у нас тут все убирают, все погибают. Но если приглядеться, уже половина героев шесть лотов. СФЗ в своё время доказали, что, в принципе, можно и без базы играть, и спокойно выигрывать. У нас именно та игра похожа на Митя. Да, здесь одна ошибка, и всё. У одного-двух героев не будет байбэка. Ты проиграл. Да. Причём, даже если ты где-то на базе врага подрался, отпушат моментально. Мемберспири 3300, байбэк всё ещё есть, будет на него оставлять. Скайросмейдж находит ДД, забирает его, а чё бы и нет. И выход в смоках, находит Бруду. Бруда не успевает повесить лоту сорв, но разницы никакой нет, потому что всё равно оказывается привязанный к месту. Да, схватил бэтрайдер сам себя, ну и что? Фобос попадает уже второй раз. Байбэк есть, но тратить его не очень хочется. Очень сильная связочка теперь у нас имеется. Бэтрайдер улетает в тебя, ловит, и прям Бэтрайдер улетает Эмберспирит. Смуншардом, ну который не очень хорошо заходит на Эмберспирит, но вот Смуншардом Эмберспирит начинает очень больно нарезать. Ну а почему нет, если Эмберспириту дают бить? Он не очень хорошо заходит, просто потому что в основном свистов дамажит и боится подойти. Но в такой ситуации, да, заходит очень здорово. Интересно, что формирует Готсио после Доминатора. Не Сатаник. Сатаник, да, как это смотрится. Доминатор хотя бы тебе крипа дает. Сатаник против Аппаратшина может зайти, может не зайти. Да, то есть мог бы какой-нибудь ТМКБ еще сделать, там на ДПС, мог там скадить, чтобы было всего по чуть-чуть и замедлял бы, например, там уже вайпинг. Ну то есть много вариантов, но Сатаник, если он возьмет, то будет рискованно против Аппарата. Считывая, что ты все время идешь ввелить базу первой, тебя там сзади Сейвит Вивер, ты единственный такой жесткий рейндж в своей команде, который носит ДПС, ну на пару с Лилом, естественно, но Лилом больше как кастер, то тебе нужно вот больше дэмэджа. Больше дэмэджа. Хао выходит с баз, забивает его вся команда, но сейчас команда решает отойти немножечко. Они так хорошо действуют, они так вышел имберек, поприбивали его первые 15 секунд, и раз уж на него напали, то может быть и дальше нападать не будут. Вот Хао подходит сюда. Сатаник. Лил в позиции, Лил в Минком, кстати. Сатаник. Гадэ рискует, ну ладно. Ну, Сатаник хотя больше, да. Лил может забрать Эмберстрейса, сейчас Хао его увидел. Ой, 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 Лил. Летите за ним. Блинк на КТ, Лил в итоге один, Кастерса Шива, Блэкинг Ба и Лил забрали. Минус гем, но на такой стадии опять же не так важно. Ну, там как сказать, ну один гем всегда нужно иметь для себя. Я думаю, что сейчас купит. Важнее то, что у Скай Расмейджа нет байбека. А у него кекс? У него там много чего, он на этот вопрос что-то 16 тысяч имеет. Отрывается хорошо, и не нужно как-то вот ответный удар. Ответный удар попробую сделать. Потому что рано или поздно не могут до базы дойти. Вот открывается Фобос, вешающий сайлент с Эмберспирита, но у Хао есть БГБ, и он его игнорирует. Неплохо он продамажил Фобос. Еще взлетает дульта аппарата, начинается замес. Один против одного, хороший паш от Фобоса, но Эмберспирит при поддержке БТ-рэда оказывается сильнее. Я бы даже сказал, при поддержке Apparation, который закинул свой дебаф, и здесь он очень сильно порешал. В итоге теряют еще раз бруду у Virtus.pro. Я бы хотел сказать про К2, такая необычная ситуация, когда нет ни одного героя, который бы там явно тащил, или явно, ну, не имел мало бы смертей. Минимальное количество смертей 5 на Вивере. Это все равно очень много. У того же Хао 10 смертей, но это не мешает быть ему 2 на Ворс. Такая игра, игра очень напряженная. Остается БТ-рэдер, видит Вивера, у Вивера Ленка, цеплять его тяжело. Apparation также в позиции, но очень не хотят атаковать. Слишком опасно. Да, в итоге Чизбак уходит на ТП, Apparation сейчас тоже уйдет на ТП. Скорее всего. Интересно, что купят? А, Чизбак-то вот такой? Сяутулей такой? Да-да, Бэтрайдер, прыгает, скрывает Ленкух. О-о-о, из-за реклама за Лилиданом. Подходит все так же Мун начинает Лилидану бить. У Лилидана есть ульта. Нужно ее прожимать. Все, ГАД, очень хопбольно начинает нарезать. И Эмберспирит Дудре начинает года бить. Абиссел Лейт, неожиданное приобретение от Хао. В итоге к году нужно бежать. Остается ФНГ его так же забрали. Подходит Мун начинает бить Эмберспирит за всю боль, но Эмберспирит выталкивает. Иллидан нет просветки против Иллидана. Иллидан выживает Пинус, Кэрс Мейдж, у которого натикал Байбек. Боже мой, Апарэшн все еще живет. Сатаник заходит, великолепно от года. Шейкер у него идет раскастоваться. Вайпер можно забрать. Груда после Байбек собирает Вайпера, у которого так же есть Байбек. Пытаются отступить. Шейкер дает фисуру, уходит с блинка. Виллер еле живой, но продолжает он в этой драке находиться. И у Хао. Хао есть Байбек. У Хао через 3 секунды будет телепорт. Он уходит. Не спешит Хао. Хао забирает Виллера. Потрясающая игра от Кэри команды Ньюби, но умирает так же сам. Не смог смотаться на базу. И у того и другого героя есть Байбек, поэтому здесь абсолютно равный размен. Да, Хао попытался выжить максимум. Появляется Рошан. Ну, кому Аегиста брать? Куда его засовывать? Аегисты уже не нужны, так же как и СРА. Это лишний слот твой в твоем инвентаре. Вот хотелось бы, чтобы придумали какое-то пащение для тех, кто доминирует на 80-е минуты игры. Боже мой, Фобос. Фобос чуть не отъехал. Там Байбека нет. Ой-ой, Фобос. Заходит сюда. Выжил. Шейкер. Там живет Фобос. Сатаник от года. Сатаник ему хороший играет. Не-е-е. Рефрешер. О, кстати, а вот комбинация сатаник под рефрешер это сильная вещь. Это 7 секунд дизайбла с ХХ, потом еще сатаник на 8 секунд и может получиться нормально. Нет, Фобос! Попадает под дебафа Попарейшена и умрет. Нет, вообще умрет. Умрет. Бхкб не поможет. Несет на фонтан. Байк такой лох. И умирает. Боже мой. Его заделал каким-то краешком мультимейта. О, 100 секунд. Без бруды. Несмотря на наличие Аегиса, сейчас он может очень жестко лукнуться. Никто из героев в Ньюби не выкупался. А что год выложил-то вообще? Он рефрешер не может взять из-за наличия Аегиса. Да. Лучше туда уж какой-то мундшарб купить себе. Лечить ДПС. Да хоть что-то, да. Здесь печальная ситуация. Хороший фарм от Попарейшена мы видим. 5400 у него. Ну, знают, что у бруды нет байбека. Она выкупалась в прошлой драке. Я думаю, я уверен в том, что попробуют это как-то используют китайцы. С этих ребят, ну, не знаю, мани, куда они не пойдут. Не пойдут, да? Ну, ну, пока, да. Тысячи крипов. Пока не будет у всех тревелов, у всех байбеков. Ну, это такой решающий фактор на Final Push, что можно попробовать и инфармить это все. То есть, как мы видим, чем дальше, тем пожуще тут все происходит. У вайпера тоже теперь нет байбека, но он купил байбочку и МКБ только у бруды. То есть остальные герои его не пробивают. Учитывая, что у Квапе дамажащие артефакты и не хватает явно. Но сейчас фишка в том, что Квапе нужно МКБ, чтобы вайпера пробить. У него слишком много хп. Можно вот на что-то, знаешь, так с этики, с этики. Там курицу с собой таскаешь, подрался со смайпером, убил его. Все, выложил он, вложил там, рефрешер, перезарядился, подрался со следующим. В курице лежит 6 куриц, в каждой курице по 6 артефактов. Ну, вообще-то, да, вообще-то здорово, что можно было куриц, чем-то ковать. Ну, раз уж там много денег, например, Хао мечтает. То есть 5 тысячи, 5 тысячи 100, а куда их девать? Ну, можно, конечно, купить какие-то Некро 3 и прочие артефакты, но на такой стадии игры они в основном будут только кормить противника. Там, чтобы какой-то барик смог приобрести для себя слоты. А так, ну что, можно варды купить. Ну-ка, Хао, покажи, что ты жесткий парень и купи варды для своей команды. Купи гем, чтобы особый слот для Шейкера. Шейкер тоже герой. Шейкер красавчик, копарейшн 5200, неплохо было бы это потратить. А он не знает, что купить, он, видимо, вот рассказывали про... Таких денег у меня, говорит, никогда не было. Чизбак, саппорт пятой позиции, ну, внезапно. Причем такой, саппорт пятый. Ну да, в этой игре он купил себе медасы и решил исправить. Там даже, вспоминаю, Банану, когда он играл эту команду, он был на агре. У него у агра был агрим, тапок, форстап и 8000 сверху. И он до конца игры себе ничего не купил, он только не понимал, что же с такими деньгами делать. Кстати, очень хорошая аналитика, то, что это действительно была ошибка бегать. Ну, в мете, в современном, это действительно неправильно. Ну, это сам конечно так бегает. То есть, мы видим, что Чизбак... Не толку от него, от него практически не толку. Да, то есть, это у него вообще было здорово какой-то баквен. Они не махнулись местами с Чизбаком. Я не знаю, что купить себе Чизбак, но это страшные герои. Хекс, хекс, хекс. А уже у нас 6 героев имеют по 25 уровню. О, да. 6000 также у Queen of Pain, но тратить деньги просто некуда. У него рефрешер еще в сундуке, который не вмещается уже в инвентарь. Взяли в Virtus.pro позицию снизу. Могут попробовать напасть на Вайпера, но нет, он слишком толстый. Здесь, конечно, это полнейшее. Цепляют. Хекс. Или да, он попадает под рассказ. Ксяу Тулей погибает. Есть Вайбэк, оперейшн. Выкидывает тиммейт. Хобос погибает. Эмберспирит вынужден отступать. Вайпер продолжает драться. Вайпер здесь просто не пробить. Queen of Pain уходит. Нету просветки. Бруда выходит из тени. И это ШК. Хобос. Погибает Хобос. Хау получает Хекс. Год. Кастует Хекс на себя. Погибает Год. Есть Айгест. Но могут не дать ему отсюда выбраться. Год. Пиваю, уйти, длинка. Падает Skyrimmage. Байбэк и нету вруды. Год. Также могут его не отпустить. Блинк откатывает через стоя секунды. Но уже летит ветрайдер за ним. Цепляет Годов. Флайк. Да, Эмберспирит рядом. Куда ушел Год? Нет, все равно его находит. На горочку. На шеллотал начинает бить. Хороший прокат от Года. Подходит Банана. Продолжает его убивать. Год откатывается Блинк и успевает. Год убивает. Год убивает Эмберспирит. Идет дальше. Приносит себе рефрешер. Использует рефрешер для того, чтобы рефрешить Блинк. Кстати, кстати, сменил. По статистике, сколько Квин оф Пейн использует рефрешер, чтобы рефрешить Блинк? Ну, я думаю, в этой игре можно. Иллидан, пошел что-то добивать. Куда пошел Иллидан? Убивает Барак. Нужно теперь использовать... Не, может, в принципе, погибнуть, не страшно. Барак он забрал. Барак забрал. Нашел его аппаратик. Дает он себе таймлапс. Подходит Вайпер. Иллидан понимает, где он находится. Держит Вайпер на бабочке. Старается его взять. Дает ультимэт. Иллидана забрали. Но! Иллидан воскреснет. Иллидан будет сраться. А Барака нет. С Бараком ничего не сделается. Да, преимущество, международное слово, составляет буквально пару тысяч. И, в принципе, самое главное преимущество, это именно Бараки. Те самые. Ну, Иллидан решил, что все равно они в атаку не выходят. Пожертвую собой, добью Барак. Восьмидесятые минуты игры. Да, шесть тысяч у Эмбер Спирита. При том, что уже семь слотов. Вин оф Пейн имеет также семь слотов. Что-то покупает Вин оф Пейн. Возможно, это гем. Возможно, что-то еще. КБ. Муншард. Муншард. А, вот. Муншарда не было. Апалайшн берет Хекс. По-моему, чизбак немножко затянул с покупкой Хекса. Затянул? Самую малость. Ну, потому что в прошлой драке будет этот Хекс. Не, ну так был байбэк. То есть, так ты был уверен, что никто из боя не будет. Сейфовый, ребята. Фобос. Опять. Опять. Фобос. Видит его. Мунбудрайдера нет. Файерфлайя, Фобос. Фобос понимает, да, что больше так бегать нельзя. Третий раз не будет. Одиннадцать киллов, одиннадцать смертей, одиннадцать ассистов и одиннадцать задунайных репов. Он познал гармонию. А у Фобоса все по одиннадцать. Смотрим на байбэке. Нету байбэка у Бэтрайдера, нету байбэка у Бруты и все еще. И у Апарэйшна нету байбэка. Фобос. Палится. Бэтрайдер уже выходит особо не стесняясь. Идут по миду. Просто идут по миду. Ну это они далеко вышли, если честно. Очень далеко вышли. Очень далеко. Гораздо дальше, чем обычно. Вайпер получает разгон. Бэтрайдер не реагирует. Бэтрайдеру очень больно. Шейкер запрыгивает, но не успевает расставаться. Минус Бэтрайдер, у которого нет байбэка, но минус Пэйн минусует Шейкера. Это минус два. Цепляют также Апарэйшн. Вайпер пытается сделать телепорт, сбить. В БКБ телепорт нечем. Чизбак. Эверспирит. Вписывается в драку, но понимает, что один он здесь не может ничего. Погибает Апарэйшн и Виртус ПРО могут закончить эту игру без Бэтрайдера и без Апарэйшн. Это игра, в которой китайцы не выдержали. Я бы так сказал, что это игра, в которой Виртус ПРО заставили их здесь все-таки с базы. Оказывается, мы просто ни разу не видели 80-ую минуту, видимо, но после 80-ой они сходят с ГД. Тем не менее, пока что бараки стоят. Вайпер, дефит. Мид. Эмберспирит, дефит. Получает хекс. Эмберспирит, нужна помощь. Еще один хекс. Сатериал Блейд. Эмберспирит погибает, есть байбэк. Вайпер. Вайпер без БКБ. Вайпер очень больно. Шейкер. Потрясающая слэма от Шейкера. И Шейкер. Забирают спиритбрейкера. Эмберспирит. Залетает в драку. Очень больно Эмберспириту. Разбивает Эмберспирит. Брудук погибает. Эмберспирит второй раз. И остается только вайпер после байбэка. Получает хекс. Гуд гейм. Виртус про одерживает победу. На 82 минуты. Эмм. Да. Я не могу сказать, что что-то пошло по плану Виртус про в этой игре. Они явно собирались закончить раньше. Но красавцы. Такое выдержка, такое терпение. И довели все-таки до победы 2-0. Выходят в финал Венеров. Им остается в двух возможных матчах одержать хотя бы одну победу. Для того, чтобы выходить в верхнюю сетку на Мейн-Ивенте.